Платье сделано скромными черными ленточками, в руках скромная сумочка плетенная, с веревочками вместо ручек. С такой сумочкой обычно ходили за фруктами, в сад, за покупками. По скромному наряду этой куклы видно, что девушка не из высшего общества, на ней нет даже шляпки. Это Сонечка Мармеладова, героиня произведения Достоевского. Приметы эпохи и правила этикета можно изучать, играя в куклы, в такие, коллекционные. Чтобы узнать историю каждой куклы, нужно прочитать книгу. Пятиклассникам многие произведения читать еще рановато, но первое знакомство с героями уже состоялось. У Полины в коллекции 11 кукол. Здесь и мадам Бавари, и Анна Каренина, и Маргарита Готье, героиня дамы с камелиями. Коллекцию подарила бабушка, в надежде, что внучка заинтересуется и начнет читать. Самой первой в коллекции появилась Джейнейр. Когда вот, допустим, самая первая кукла, одно то, что она уже взяла в руки, это произведение Шарноты Бронте Джейнер, что она взяла эту куклу, что она попыталась найти там, где ее описывают, что они ей говорят, это уже хорошо. И надежда есть, что когда-то она все-таки прочитает и это произведение, и другое, и все остальные. Только была вот одна единственная цель. Ну и куклы сами по себе необычные, красивые, интересные. Лидия Дмитриевна собирала коллекцию несколько лет. Первую купила, когда Полине было всего пять. А уже когда внучка повзрослела, подарила ей всех кукол. Я поняла, что это не просто кукла, когда она подарила мне всю коллекцию. Я увидела, что есть еще куклы. Они немного похожи на лицо, но они очень красивые по наряду. Такой классный час в практике заслуженного учителя России Ирины Корольковой впервые. Изучать героев литературных произведений на кукольном примере еще не приходилось. Пятиклассникам о книжной истории персонажей рассказывает ученица десятого класса. И старшеклассницам, и их учителю литературные куклы тоже понравились. Мне вообще интересна эта история коллекции. Мне вообще класс увлеченный. У них очень много увлечений. И я думаю, что вот такие встречи, мир моих увлечений у нас будет продолжен. Конечно, интересны куклы. Конечно, интересны костюмы. Но интересно, как ребенок реализовал себя, представляя свою коллекцию. В коллекции вместе с каждой куклой журнал, где можно прочитать о том, как их создают, какую шьют одежду в соответствии с временем, в котором существует героиня. И это тоже полезное и интересное чтение. А потом серьезные романы, в которых эти куклы живут своей литературной жизнью. Наталья Овсичук, Василий Пронькин, Альфа-Новости.